Слава Богу, братья и сестры! Когда он делал эти добрые дела во имя Господа, движимым Духом Святым, и знаете, это прекрасное воспоминание. И ты живешь этим, ты идешь вперед, идешь к вечности, идешь, как шел апостол Павел. Он говорил смело, заявлял эти слова, это не были просто громкими словами, но, знаете, я часто их вспоминаю, потому что, знаете, хочу так закончить свою жизнь. Апостол Павел говорил, что я течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И дальше добавляет не только мне, но всем возлюбившим его явление. Аллилуйя нашему Господу! Дорогие мои братья и сестры, пусть сегодня вот эти псалмы, слово Божие, которое выражается в псалмах, в проповедях, пусть оно сегодня дает нам силы, ревности, зажигает нас к тому, чтобы мы не тратили свое время попусту, но чтобы мы действительно горели вот этим желанием послужить во имя Господа, послужить братьям и сестрам, послужить друг другу. Дорогие мои братья и сестры, церковь, в этот праздник, особый праздник, хотелось бы также пожелать всем нам, чтобы, знаете, так вспоминая вот история, история она осталась, мы сегодня читаем о ней в памяти нашей, но хотелось бы пожелать нам, Церкви Божией, Церкви Иисуса Христа, чтобы вот эта Пятьдесятница, это была практика, ежедневная практика нашей христианской жизни. Я желаю вам, братья и сестры, чтобы мы ежедневно насходили время исполняться Духом Святым. Я желаю всем нам, чтобы мы были чуткими голосу Духа Святого, чтобы, как я уже сказал, не один раз в году мы вспоминали, что когда-то сошел Дух Святой на Церковь, на апостолов, когда-то Он пришел или сошел на меня или вас, и жить только вот этими воспоминаниями, я бы не хотел бы, чтобы это было так в нашей жизни. Как бы я хотел, чтобы вот это, повторяюсь, вот эта Пятидесятница, она ежедневно практиковалась в нашей жизни. Благослови нас в этом, Господь, чтобы мы ревновали об этом, чтобы мы жаждали этого. Знаете, я как-то иногда наблюдаешь, и я помню те моменты, когда меня Бог крестил Духом Святым. Я вспоминаю слова старших братьев, которые говорили наших братьев, наставников, и они говорили, что, знаете, ну, знаете, я думаю, вы переживали вот этот момент, когда Бог крестит Духом Святым. Знаете, это эмоции, это особое состояние, и говорили многие, что, ну, это все пройдет, это все пройдет, знаете, все станет на свое место, знаете, вот эти дети не успокоятся, все будет хорошо. Но, знаете, я не хотел бы, чтобы мы успокаивались. Я хотел бы, чтобы, знаете, вот каждый день мы переживали вот эти близкие отношения с Богом. Да, я понимаю, знаете, всему есть свое время, и, может быть, когда Бог крестит Духом Святым, знаете, мы как подобно тем младенцам. Может быть, много шума, много крика, но приходит момент, когда все-таки мы, есть у нас какой-то опыт, приходим или набираемся какого-то опыта общения с Богом. И, знаете, может быть, эмоции эти уходят в сторону, и приходят вот эти такие отношения близкие с Богом, когда мы можем понимать, где говорит Господь. Сегодня братья напоминали нам о том, и это очень важно, иметь вот это такое качество или способность слышать, научиться слышать голос Божий. Сегодня, знаете, я так же наблюдаю и немножко осторожничаю, осторожно в этом как бы моменте, что сегодня люди зачастую, как-то говорят, это не очень, может быть, такие хорошие моменты, потому что зачастую люди так свободно, спокойно говорят, мне Бог сказал, мне Бог сказал, мне Бог показал, мне, знаете, и вот этими словами так громко заявляют. Но хотелось бы, чтобы мы были аккуратны в этих моментах, потому что действительно это прекрасное состояние, когда Бог говорит. Но есть моменты, когда, может быть, я хочу этого, мне кажется, что Бог говорит, я хочу. И, знаете, мы иногда берем на себя ответственность говорить вот такие слова. И, знаете, но есть и другой момент, другая крайность, когда, знаете, может быть, мы уже многое время, долгое время, мы христиане, мы являемся членами церкви, однажды мы родились свыше, однажды Иисус пришел в твою и мою жизнь, однажды, может быть, мы получили крещение Духом Святым. И, знаете, мы на этом успокоились. Мы успокоились и, казалось бы, ну вот мы достигли того, чего нужно. Все в моей жизни прошло так, как нужно, так, как учат Священное Писание. Мы покаялись, мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, понуждались в том, чтобы Дух Святой пришел в мою жизнь, в мое сердце. И на этом все. Но, знаете, на этом не нужно останавливаться. И, знаете, апостол Павел, обращаясь к церкви, он дает такие наставления. И в первом послании к Коринфянам, в третьей главе, он говорит так, обращаясь к церкви, он говорит с первого стиха, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Звучит вопрос. Апостол Павел, обращаясь к церкви, и он говорит, что прошло уже время, он не раз обращался, говорит, уже время прошло такое, что вы уже должны быть по времени учителями, а вас нужно опять учить вот этим таким элементарным или таким самым простым правилам или моментам христианской жизни. И он говорит, я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими. Знаете, сегодня так наблюдается, есть церковь, вот хотелось бы просто говорить, я почему-то в последнее время хочется говорить о таких практических моментах нашей христианской жизни. Знаете, мы можем много говорить о чем-то таком высоком, таком, может быть, глубокие моменты какие-то касаться, но когда оглядываешься или проверяешь свою жизнь, иногда есть такие моменты самые простые, знаете, а мы не можем их как-то поплатить или они не могут мститься во мне, я не могу это осилить, не могу, кажется, самое простое, мстить своего брата таким, какой он есть. Знаете, любить друг друга, знаете, сказать доброе слово ближнему. Знаете, иногда вот самые такие простые моменты мы не можем. И мы говорим, что мы движены Духом Святым, мы крещены Духом Святым, это прекрасно. Это, знаете, великое благословение, потому что мы сегодня уже слышали, Иисус, уходя с этой земли, Он сказал, что я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, Духа Утешителя, который наставит вас на всякую истину, и вам будет лучше. Но очень важно сегодня нам, христианам, понимать, насколько важно сегодня нам учиться слышать голос Божий, нам продолжать дальше двигаться в Духе Святом. Дух Святой нам очень нужен. Сегодня пропели такой прекрасный псалом, я его часто люблю так вспоминать о нем, пустыней знойной бесплодной, иду я узкою тропой, уж близко, близко моя Родина, меня проводит Дух Святой. Знаете, вот эта Родина, она близко. Она, знаете, мы идем, мы, наша цель, наши мечты и желания дойти туда. И я понимаю, что нам нужен Дух Святой. Сами мы не сможем. Мы читаем в Слове Божьем, я уже, вспоминая вот эти слова, не зачитываю их, в Слове Божьем написано так, что Царство Божие силою берется и при прилагающей усилии, спасибо, прилагающей усилии восхищает его. Знаете, вот это очень важно, прилагать усилия с нашей стороны. Знаете, вот действительно Господь, Он сделал со Своей стороны все, что можно. Он послал Духа Святого, который будет вести нас, который будет помогать нам преодолевать какие-то трудные обстоятельства в нашей жизни, который будет помогать нам противостоять всяким искушениям в нашей жизни. Но и с нашей стороны мы должны прилагать какие-то усилия, делать что возможное с нашей стороны, чтобы действительно благодать Божия, она действовала в нашей жизни. Для чего? Я несколько еще моментов хотел бы обратить наше внимание. Мы будем молиться, найти в деяниях святых апостолов. В первой главе, я думаю, на протяжении вот этих служений мы уже слышали, вот эти места Писания, они были прочитаны. Но еще раз хотелось бы обратить наше внимание. Для чего нам дан Дух Святой? Первая книга или деяния святых апостолов, первая глава, седьмой и восьмой стих. Он же сказал им, Здесь Иисус перед своим вознесением, когда Он уже расставался с Своими учениками, Он давал вот эти последние наставления. И знаете, Он говорит, что они понимали, когда Иисус привел их на это место, чтобы уже расстаться с ними, и они задавали вот эти вопросы. Все-таки вот это плоское мышление, оно было в ихнем разуме. Иисус, не в сиели время, Ты восстанавливаешь вот это царство Израилю. И мы видим, что Христос говорит, не ваше время знать времена, сроки, которые Отец положил в Своей власти, но, говорит, Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Дорогие мои братья и сестры, знаете, это очень глубокая мысль или целое учение, о котором мы должны говорить о Духе Святом, о крещении Духом Святым. И это очень важно, это очень нужно нам. И еще в Ветхом Завете пророка Иоиля были вот эти слова сказаны, что последний не излиет Духа моего на всякую плоть. И знаете, вот я хотел бы быть той церкви, которая будет движима Святым Духом. И сегодня церкви вот дана вот эта сила. Нам с вами, братья и сестры, дана эта сила. Но очень важно нам пользоваться этой силой. Очень важно сегодня нам ревновать о том, чтобы не только вспоминать вот истории, не только вспоминать, что это когда-то было у апостолов, когда-то было в моей жизни, чтобы нам не успокаиваться, не останавливаться на этом. Но достигать, достигать, ревновать о дарах духовных. Это очень важно. И знаете, в деяниях также упоминалось уже передо мной, братом, вот это местописание, деяние, 2 глава, 39 стих. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Дорогие мои братья и сестры, церковь, вот это обетование, оно принадлежит нам и детям нашим. Аллилуйя нашему Господу. И поэтому, понимая вот это, давайте мы будем нуждаться в этом. Знаете, я вспоминаю, постараюсь быстро, вспоминаю те моменты своего детства, когда моя бабушка, знаете, она очень любила книгу «Деяния святых апостолов». И она хотела, вот это, она говорила мне всегда, Динка, читай, читай книгу «Деяния святых апостолов», как дух святой действовал. И знаете, она прибегала к такой хитрости, ну знаете, это была своего рода и мудрость, мудрая такая хитрость, я скажу, потому что она, знаешь, она говорила всегда, прочитай мне Слово Божие. Я уже плохо вижу, хотя и могла читать, конечно же, но, говорит, я плохо вижу, прочитай мне Слово Божие. И вот она всегда меня просила читать книгу «Деяния святых апостолов». Знаете, и она всегда говорила, наставляла о том, как важно быть водимым, движимым Духом Святым. И знаете, сегодня это оставило добрый отпечаток в моей жизни, доброе вот это наставление в моей жизни. И знаете, были моменты, когда мы в детстве, мы ревновали об этом, и Бог послал вот это обетование. И оно сегодня принадлежит нам и детям нашим. Давайте сегодня говорить об этом также нашим детям. Давайте вместе молиться, давайте вместе исполняться Духом Святым, чтобы вот это действие Духа Святого, оно было в наших собраниях, в наших домах. Это очень важно, потому что, знаете, потихонечку-потихонечку, я иногда замечаю, оно уходит как-то в прошлое. Мы можем вспоминать, мы можем говорить, когда-то Бог действовал в моей жизни, но как бы хотелось, чтобы это было реальностью, чтобы праздник Пятидесятницы, который мы отмечаем раз в году, он просто был нам напоминанием, он просто был нам немножко еще одним таким толчком, тому, чтобы действительно еще больше и больше ревновать нам, чтобы нам идти, двигаться в Духе Святом и созидать или совершать дело Божие на земле. Для этого нам дан Дух Святой, чтобы дары даны Церкви, для того, чтобы Церковь созидалась, чтобы Царство Божие, оно созидалось, расширялось на земле. Мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы видим, знаете, когда ученики еще не приняли Дух Святой, они были в каком-то страхе, в каком-то смятении. Написано, они были в запертении, запирались из опасения от иудеев. Страх присутствовал в их жизни. Но когда сошел Дух Святой, мы видим, как Петр и 11, 11 вместе они поднялись, и они начали проповедовать Слово Божие со смелостью, с дерзновением. И знаете, вот это слово имело силу. И слыша вот это обличение, слыша проповедь обличения, не какие-то такие мягкие слова, знаете, но звучало просто такое обличение, что, говорит, мы проповедуем того, которого вы распили, но Бог воскресил его, и мы о нем проповедуем. Он сегодня и исцеляет, Он исцелил вот этого коллегу. И Петр начал так прямо проповедовать, говорить, знаете, а они умилились сердцем. И говорят, мужи и братья, а что нам делать? Покайтесь, и докрестится из вас, и примет дар Святого Духа. Вот это путь, путь для того, чтобы, путь христианина, покаяться, поверовать в Слово Божие, поверить в Иисуса Христа, и принять дар Святого Духа. Это так важно, это так прекрасно, когда Дух Святой живет в нашем сердце. Я думаю, конечно, ничего нового я не сказал, но хотелось бы немножко вот такими напоминаниями из Священного Писания, из своей жизни. Я думаю, каждый из вас сегодня вспоминает свою Пятидесятницу. Знаете, пусть вот эти воспоминания, они двигают, дают нам вот эту жажду ревность, ревновать о Господе, ревновать о том, чтобы совершить Божье дело на земле. А Он поможет, а Он проведет. И Он будет вести, мы пели, пустыней, знойной и бесплодной. Пустыня – это не те, какие-то моменты, знаете, когда мне комфортно, когда мне такая ситуация в моей жизни, когда мне просто удобно. Пустыня – мы понимаем, что такое. И говорит, «Иду я узкою тропой, но автор понимал, близко моя Родина, и меня туда проведет Дух Святой». Братья и сестры, давайте мы будем нуждаться, давайте мы будем молиться о том, ревновать о том, чтобы действительно Божья сила, она присутствовала в нашей жизни. Давайте мы будем больше об этом говорить, наставлять наших детей, молиться. Больше молиться о том, чтобы Бог крестил наших детей Духом Святым. Чтобы они пережили вот это крещение Духом Святым. Это очень важно. Может быть, и сегодня взрослые люди, но кто-то еще не имеет вот этого дара Святого Духа. Сегодня время. Время, когда мы можем взыскать Господа, когда мы можем искренне помолиться Господу. И я верю, это Его Слово говорит, что «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Братья и сестры, пусть нас Господь благословит. И мы будем заканчивать наше собрание, такое праздничное собрание молитвой. И, конечно же, живя на земле, мы имеем, как и всегда, они были, это нужды, это какие-то переживания, это слезы наших братьев и сестер. И, знаете, если мы будем чуткими к голосу Духа Святого, мы уже слышали на протяжении сегодняшнего собрания, когда Дух Святой подсказывает, говорит нам, кого нам нужно посетить, кому нам нужно позвонить и сказать доброе слово поддержки. И, знаете, даже в это время, когда мы ограничены какими-то своими действиями, мы можем что-то сделать во имя Господа Иисуса Христа. Знаете, мы уже на протяжении вот этих собраний мы слышали, и, наверное, на протяжении нашей жизни мы слышим, когда братья и сестры, они рассказывали или говорили те свидетельства, когда действительно Дух Святой проговорил, и мы были послушны голосу Духа Святого, и это было великое благословение для кого-то, потому что, знаете, Дух Святой, Он не ошибается. Если мы внимательны и чутки к голосу Его, поэтому пусть нас в этом Господь благословит и даст нам вот такую способность слышать голос Божий в нашей жизни. У нас здесь поступили записки, я прочитаю их, мы будем молиться. Если есть устные нужды, вы также приготовьте, скажите, мы также будем молиться вас Господу. А может быть, сегодня, прежде чем я буду зачитывать эти нужды, может быть, кто-то есть в нашем собрании, кто сегодня слышал голос Божий в этом собрании, услышал через Слово Божие, через проповеди, может, пение коснулось твоего сердца, и ты понимаешь, в свете Слова Божьего, что ты осознаешь себя грешником. Выходи вперед, мы как церковь, мы помолимся о тебе, чтобы прощение пришло в твое сердце, в твою жизнь, свобода от греха пришла, и Дух Святой пришел и сделал работу в твоей жизни. Если есть такие люди, пожалуйста, молодежь, может быть, кто-то слышит этот призыв сегодня, не упускай этого момента, не упускай этого шанса, Иисус на этом месте. Выходи вперед, и мы будем молиться о вас.